Далее, за это, 21 стиха по 28. Павел, ахинею несешь. Большая вечность доводит тебя до сумасшествия. Мне достопрощенный фельд сказал, я с ними плохо имею, но говорю слова истинно и здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым я стою и говорю смело. Я не верю, чтобы от него что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли царь, а гри по пророкам? Знаю, что веришь. Агрипа сказал, Павел, ты немного не убеждаешь меня сделать за христианином. То есть, другими словами, да плевать мне, Павел. Ты понимаешь, я все прекрасно знаю. Я знаю, что это правда. Я знаю, что это 100% проверенная информация. А я вырос в этом окружении. Я все это прекрасно знаю. Мне плевать. Я буду жить так, как я хочу. Какие у нас выводы из этих примеров? Первый. Не важно, какого человека воспитали. Не столь важно, что человек получает 100% проверенную информацию. Со свидетелями, со всеми делами. Не столь важно даже, что он делает правильные поступки. Важно то, что если ему Бог да лампочки, он всегда будет поступать так, как ему вздумают за Бог. Всегда. Вот этот вариант, когда, ой, я познакомился с человеком из администрации. Он так внимательно слушает. Он даже делает то, что я говорю. Он следует по Библии. То есть, ну, он верит, но как-то по словам верит. Нет. Рано или поздно он сделает так, как ему вздумают. Вывод второй. Если человек выбирает жить, так как ему вздумается. Соответственно, вот по логике, по логике, когда мы человеку что-то предлагаем, человек выбирает лучше. Правда? Вот если человеку предложить, грубо говоря, какашку и пирожку, что человек выберет? То есть, если человек что-то отвергает, отвергает Бога, говорит, я выбрал что-то лучшее. Я выбрал пироженку. Хорошо, давайте посмотрим, каких пироженок наелись люди. Ирод великий. Ирод великий, типа, это у нас для учебника. В народе еврейском он известен как, цитата, сумасшедший, убивший свою семью и многих рабинов. Как это было? Значит, дети, посмотрев на папу, девя, джон, сыновей, ну, шесть или семь. Дети, посмотрев на папу, как папа убивает за власть, сделали свои выводы. Значит, один сказал, видишь, что много претендентов на трон, Арестабулу. И говорит, папа, вот два моих брата, они хотят занять твой трон. Тот убил двух сыновей. Арестабулу понравилось, взялся за папу. Папа его посадил в тюрьму. Однажды, когда Ирод лежал признятым, он страдал от сильной боли в животе. И не помогали ни деньги, ни врачи. Значит, этот Арестабул сидит в тюрьме, слышит шум по дворце. И он подумал, что отец умер. И он послал начальника тюрьмы, говорит, не столь важно, что там есть наследники, что уже все распределено. Ты помоги мне выйти из тюрьмы, занять трон, а я тебе... Мы с тобой договоримся. Тот пошел, сказал царю. На рейтинге царь сидел, бился головой в стену, когда он слышал. Он понимал, какого сына он воспитал. Он понимал, что тот не остановится никогда, пока не уничтожит всех из семьи и пока не будет пройти в наличных. И он послал копленоса, убил третьего сына. Но зато у него были отличные похороны. И этот Великий лежал, написанно, на золотом ложе, а все деньги раздарит. Ну, наверное, стоило того. Его сын, который убил районопрестителя, Джона Бартиста, он, значит, после смерти Иерода Великого возродился Архиларий. Я не мог понять, почему в новом Завете написано, что Иосиф с Марией хотели из Египта вернуться и услышав, что Архиларий царствует вместо Иерода Великого, решили обойти 10-й дорогу. Я думаю, ну этот же умер, тот, который тут идет. Значит, историки говорят, что Архилария, римляне, отправили в ссылку в Галию, то есть это территория нынешней Франции, Испании, отправили в ссылку за, внимание, чрезмерную жестокость в отношении своего народа. Захвальчики отправляют местному владыку за чрезмерную жестокость своему народу. И я, честно говоря, такого в истории не встречал. Осталось, ну, у Архилая осталась дочь и два брата, наш Филипп и наш Иерарх Антипа. Ну, в отношении дочери дядя Филипп взял на ней и женился. Пожалел был кобылу. Второй дядя взял ее отбил и женился на ней. И вот этот весь церковь, вор северным крестителем, да, то, что он пришел и сказал ему, по слову Божьей, извините, потому что так нельзя поступать. Этот... Этот... В... Короче, я... Он взял в жены племянницу, при этом отослал свою жену соседнему царю, это была дочь соседнего царя. Тот пришел, устроил разборку, уничтожил его армию, которая была, если бы не римляне вообще, я не знаю, где бы был бы Иерарх Антипа. То есть... Что произошло дальше? Дальше... Новый император римский Талибова выпускает из тюрьмы брата Иродиата, племянница. Выпускает племянника нашего Ирода Антипу, не Антипу, простите, а Грибу, выпустил и взял, сделал его, дал ему титул иудейского царя. И сестра племянника, то есть жена Антипа, говорили, знаешь, давай подвинем моего брата. Говорит, ты все время царь царем был, давай его... И тот пошел к Калибуле вместе со свитой договариваться, говорит, чтобы убрать племянника. Ну, а Гриба, не будь дураком, взял, написал донос раньше, что вот Ирод хочет, хочет завтра сделать. И Ирод приходит к Калибуле, говорит, я здесь по поводу племянника, говорит, да, я уже в курсе. И отправил его в ссылку туда же, где и был папа Аристабул. Там они умерли в безызвездности, в глуши, никто о них ничего не знает. Что произошло с нашим внуком, то есть Ирода Гриба, отправившим своего дядю и сестру в ссылку, он получил в правление эти две области. Вообще он стал предуправить территории по размеру равной, размеру как его дед Ирод Великий. Исполнял Талмуд, стал такой правильный, стал очень-очень хотел понравиться народу. О нем даже записано в Талмуде, то есть сейчас, как бы, ну, как бы очень-очень известный. Но потом стал, убил апостола Иакова, посадил Петра, стал принимать себе поклонение, как Богу в деяниях написано, что люди выходили и кричали, мы слышим голос не человека, а Бога. И Бог его наказал. То есть он умер очень быстро, внезапно был изъеден изнутри червями. Правну Ирода Великого, то есть Агриппа Второй, который сказал Павлу, что мне это неинтересно, который выбрал лучший. Когда Павел выступал, он выступал перед ним и его сестрой, Ириникой. Историки говорят, что они сожительствовали. Мало того, когда иудеи подняли восстание, и Иерусалим был окружен, уничтожен полностью, он воевал против своего народа. То есть он уничтожал евреев. И он официально считается царем, последним иудейским царем. После этого римляне никогда больше не выпустили евреев к управлению своим государством. И государство иудейское перестало существовать как таковое вообще. Итого, вывод второй. Когда люди отвергают Бога, что они получают? Они получают разрушение. Они получают разрушение семьи, они получают разрушение династии, то есть теряют власть. Они полностью потеряют государство и самая бедная жизнь. Третий вывод, который я хотел сказать. Самое главное. Самое главное в этом всем, то, что мы видим, что каждому из старей Бог давал шанс. Бог давал каждому. Каждому. То есть великому послал их звезду. Ты не каждый день видишь, как зажигается. Я не знаю, как это. Я ничего подобного не видел. Люди это видели. Он к нему пришли волхвы. К его сыну и Ироду Антипе. То есть разговаривал с Хрестителем. Разговаривал с Христом. Если уже таких людей не послушал, никому. Ирода Гриппа убил Якова и Петра. То есть он слышал от них. А Гриппа второй спал на разгаре. То есть у каждого был шанс. Бог дает шанс каждому человеку. Все люди взрослые. Все люди рассудительные. У всех есть в наше время доступ к информации больше, чем когда бы то ни было. То есть любую информацию можно поднять, проверить, посмотреть. Можно убедиться. И самое главное то, что Бог, Бог, Он дает шанс даже таким преступникам. Бог не хочет смерти грешников. То, что Бог говорит, Иезапии до 33 глава, 1 стих, простите, 33-11. То есть двойные цифры, хоть там, хоть там, хоть там. Очень легко запомнить. И Иезапии. Скажите им, живу я, говорит Господь Бог. Не хочу смерти грешников. Но чтобы грешник обратился в пути своего и живу. Обратитесь. Обратитесь в своих путей ваших. Для чего мы рады? Дом Израиле. Поэтому каждый делает выбор свой. Информация есть, разум есть, примеры есть. Пожалуйста. Спасибо вам, Икин. Хорошая ссор.